Праздник весны, красоты и женской солидарности в этом коллективе носит особенный оттенок. Ведь для каждой из этих мам теплые слова, звучащие со сцены. Это еще и благодарность за непростой труд в воспитании особенного ребенка. Несмотря на солидную цифру в паспорте, ментально эти взрослые артисты по-прежнему остаются детьми. Таким людям нужен особый подход, и они находят его в коллективе «Дорога в жизнь». Здесь поют добрые песни, учат танцы, вместе готовятся к праздникам. И вот очередной международный женский день. Ребята, они уже так привыкли к песням, так привыкли к творчеству, что они уже вот в этом растворяются. И это классно. И мне радостно, что люди приходят обычные на концерт наших особенных, потому что вот этого я и хотела добиться. Потому что действительно, если мы вот так вот будем все вместе, нормотипичные люди будут ходить на концерт особенных, вот в этом и будет заключаться дружба и, не знаю, вот такая вселенская любовь. По словам жюри, выбрать победителей кулинарного конкурса очень трудно. Каждый из участников от души постарался в приготовлении праздничного блюда. Салаты, выпечка, десерты. Сначала яство оценивает комиссия, а затем фуршет ждет всех гостей праздника. Только разнообразных, разных вкусных блюд выбор будет у нас очень тяжелый, потому что разные номинации, сладкое мясо, блины, салаты. Очень тяжелый выбор предстоит перед нами. Пока строгая комиссия оценивала кулинарные работы, на сцене шел большой концерт. К парам солистов с большой охотой присоединялись и другие участники «Дороги в жизнь». Каждому хотелось подарить зрителям как можно больше добра. Марина и Марк находятся в клубе с самого начала. Мама помогала организовывать объединение, а сын – его активный участник. По профессии Марк художник-керамист, окончил училище, занимается в мастерской. Его работы пользуются спросом на благотворительных ярмарках. В клубе они с мамой оба отдыхают душой. В выступлении у нас достаточно быстро готовятся. У нас рождается идея, они сделают ли нам какой-то концерт импровизированный, к какому-то определенному событию, либо это весна, начало весны, либо это Новый год, Рождество или День Победы. И мы быстро накидываем идеи, быстро разучиваем песни, интенсивно репетируем перед этим. Клуб «Дорога в жизнь» существует уже несколько лет. Он является предметом гордости для Центральной библиотеки города. Важно, что мы поддерживаем родителей, вот таких самоотверженных, которые столько вкладывают, да, и они сюда тоже приходят со своими детьми, отдыхают душой, они нам благодарны безмерно. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.